здравствуйте уважаемые друзья у нас сегодня отличный солнечный денек за бортом плюс 12 обещаю что температура поднимется еще градуса на 2 на 3 в течение дня я тут спортом позанимался ну и заодно решил рассказать о новости точнее как новость просто история из реальной жизни скажем так вчера просто разговаривали с одним арабом и вот он поделился историей которая случилась там с кем-то из его знакомых значит семья эмигрировала в канаду по по моему категории экономической миграции то есть как бы там как квалифицированные работники и в семье был сын которому было которому есть точнее 19 лет и вот соответственно когда не заполняли документы они указали что сын вполне себе годен для того чтобы эмигрировать вместе с семьей как вы помните по текущим правилам если ребенок до 19 лет то он имеет право эмигрировать как член семьи ну естественно что на момент когда они подавали документы ему было еще меньше там не знаю может быть 17 лет ему тогда было но как бы то ни было что произошло он женился он женился и соответственно по правилам которые есть у министерства миграции если у вас происходят какие-то существенные изменения в жизни в частности брак рождение детей еще что-то такое то вы должны об этом извещать министерство миграции если вы этого не делаете то тогда вы соответственно нарушаете требование правил законодательства и вот соответственно семья приезжает все нормально проходит лендинг и этот сын начинает процедуру спонсорство своей жены и тут скрывается что он не а вот сказать важный момент что ты имеешь право эмигрировать вместе своей семьей в случае если тебе до 19 лет и ты не имеешь брачных отношений то есть как только то есть допустим тебе может быть 17 лет не знаю там 16 лет как только ты вступаешь в брак ты автоматически ты автоматически перестаешь иметь право на то чтобы эмигрировать в в канаду вместе своей семьей потому что ты уже становишься как взрослый человек совершенно отдельный то есть ты не являешься dependent child до зависимым ребенком ну так вот соответственно этот парень начал процедуру спонсирование своей жены по категории уже семейное спонсорство семейный класс и и выясняется что получается что она обманул канадское правительство соответственно заводится дело о мошенничестве об обмане умышленном причем соответственно вся семья лишает статуса пермит резидент вид на жду что в канаде их миграция становится как это упущенным проектом добра проигранным потому что случае если человек мистер презент то есть он обманывает вводит в заблуждение умышленно то тогда его статус на законных основаниях изымается и он перестает быть термит резидент соответственно семья насколько я понял сейчас подала на апелляцию для того чтобы как-то спорить этот вопрос но шансы как я понимаю на то что им позволят остаться в канаде эти шансы очень очень невелики скажем так вот такая вот история из реальной жизни так что если у вас есть существенные изменения в процессе миграции рождение детей или же вы женитесь или еще что то лучше сообщите об этом пускай это будет чуть подольше но у вас не будет такой ситуации потому что если вы были пойманы за то что вы обманывали то если я правильно помню у вас будет бан на пять лет на подачу документов и на приезд в канаду если ничего не путают но там вот пять лет точно фигурирует в качестве меры наказания поэтому просто имейте ввиду и кстати еще такой момент что допустим если вы развелись а у вас есть в вашем досье дети и вдруг вы решаете там каким-то причинам этого не не делать то есть не указывать своих детей там от первого там второго третьего пятого брака в анкете да тем самым вы потенциально уничтожаете возможно что когда-нибудь мало ли что в жизни происходит то что когда-нибудь ваши дети смогут воссоединиться с вами приехать в канаду по категории семейного спонсорства единственно что они могут сделать это иммигрировать как совершенно независимые люди как совершенно чужие вам тоже очень важный момент так что я вас призываю к тому чтобы вы всегда очень вдумчиво подходили к заполнению анкет и серьезно думали что писать а что не писать чтобы не было потом вот этот проблем какого-то арабской семьи я всем откланиваюсь всем хорошего дня и счастливо пока